Девушки отдыхают Я изъял из-под сигара папироску, жадно закурил Горячий дым позволяет замедлить процесс замерзания в наши сибирские морозы Затяжка, еще затяжка Открасываю полукартонным штук и вижу, как с перпендикулярной улицы завыворачивает маршрутка Я поднимаю руку и захожу в салон, достаю из кармана мелочь на проезд И маршрутка шла пустая, как всегда в это время Только в заде сидел какой-то парень, а посреди салона дремал в наушниках женщины 40-45 В общем, я последовал к ее примеру, достал наушников и задремался Потому что до моего района ехать 40 минут, а еще 25 пешком до дома Я внезапно проснулся от небольшого толчка Оглянулся Натуральным образом офонарел Все сидячие места, кроме одного в конце, были заняты Рядом со мной стояла какая-то бабулька Моей голове свиншалось сразу от этой мысли Откуда вообще столько пассажиров в такое позднее времени? Тем не менее, вместо бабки я решил наступить А сам пересесть здесь Старшим ведь нужно помогать? Бабуся в конец маршрутки на верхнее сиденье вряд ли заберется В общем, только я начал подниматься, а старушка тут же толкает меня Но я падаю обратно на сиденье А она такая и говорит мне С ноткой злобы в голосе Сиди, внучек, тебе далеко ехать А мне скоро выходи Я воспитан хорошо, поэтому предпринял еще пару попыток уступить место Реакция была та же Видимо, бабушке было настолько неудобно, что ей уступают место Что с силой, не типичной для людей с такой комплекцией, уговаривала меня сиськи не беспокоиться В итоге, мне самому сидеть надоело Я резко встал, стал как крепко церковь, пытаясь меня усадить Но я сам усадил ее в кресло и отошел подальше В общем, решил постоять На меня стали смотреть пассажиры Такими плохими взглядами Странное дело Когда маршрутка ехала Ник знает где Хотя, по идее, я уже должен был перестись по просторам Кельфа Не было ни остановок Лес, поля По сторонам дороги Протвориться что-то не ладное Откуда столько пассажиров Такой поздний час Непонятная дорога Странная бабка Именно в момент этих раздумий Все пассажиры поднялись и направились к выходу Или ко мне Я ведь около выхода стоял Пассажиры окружили меня, столкнувшись на площадке Какая девушка подходит и говорит Сейчас Готовьтесь на выход В этот момент за окном промелькнула синяя табличка Километраж, которую благодаря огням маршрутки я успел разглядеть Там была надпись Кладбище Кладбище Один Сказать, что им похолодилось, значит ничего не сказать Стало страшно Взгляд упал на аварийный молоток, которым разбивают стекла в случае аварии Будь что будет, тут какая-то бесчертовщина Надо сваливать, подумал я И ударил со всей силы по стеклу Которая разлетелась бедрее в землю В этот момент маршрутка поворачивала налево Взлетая к ней маршрутки я прочел насилие Стрелочкой на кладбище Ни минуты не мешка я выпрыгнул в окно из едущей маршрутки Вместо ожидаемого удара в голове все завертелось Зазылалось бело И потом я упал на что-то мягкое Открыл глаза и увидел, что нахожусь в больничном палате с двумя капель пиццентра Оказалось, что я попал в аварию при въезде в Кемерово А маршрутка стал конкурсом с международным автобусом Оба транспортного средства слетели в обрыве в четырехметровой высоте Через две минуты начался пожар, а среди живых остался только я И, наверное, со мной на кладбище Тогда ехали пассажиры международного автобуса Я не знаю, почему странная в этот план не хотела меня выпускать Я не знаю, почему они так себя великли Я знаю, что меня нашли на месте аварии На расстоянии десяти метров от маршрута Я получил многочисленные травмы, переломы Но остался жив, а в руке я сжимал красный молоток